Воплощенного на земле. Один, два, три. Он себя забаррикодировал, и я вижу его копии, которые он создал. А сам он немного защит, как внутри. Посмотрим, как они работают. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У него вышла тонкая копия, с ним рядом что-то такое невидимое, энергетическое. Подожди, давай биоробота сейчас. Возьми скэнер плеяд и просканируй биоробот. Все невидимое становится видимым. А вот это невидимое, которое с тонкой копией, такие же энергии невидимые вокруг его рук, головы, оно его как обжигает. Обжигает оно так, что у него мысли какие-то внезапные, которые неприятные. Хорошо. Силой моего намерения все эти мысли начинают выходить из него и формироваться перед ним в шар. Да, будет так, а так есть. Весь этот туман собирается до последней частички. Игорь помогает, включая ему внутренний белосвет, выдавливает из себя все, что находится на этой чистоте. Все летит в шар и формируется в шар. Она невидимая, но это живая энергия. И если мы делаем этот скэнер плеяд, он становится красным, и оно идет от его рук на шею, голову, вот эти части. Это мы можем убрать в этом. Оно здесь выйдет или мы в комнате поднимаем? Оно уже выходит из биоробота. Хорошо, собираемся в шар. Ноги тоже. У него как живая оболочка вокруг него из этой прозрачной невидимой энергии. Готово. Итак, кладу этот шар в эту же сетку. Игорь защищен. Вместе с этой сеткой Игорем поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Он говорит, блин, дышать лет чистого. Сейчас посмотрим, кто это. Да, мы на месте. Хорошо, приветствуем Игоря. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, доверю, конечно. Классно у вас тут. Отправляю эту сетку в клетку-тюрьму. Да и команду на 4-3. Скэнер сканирует пространство над головой Игоря под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Игоря. Находит все. Ты знаешь, он чистый. И он сам видит то, что стоит в клетке. И в клетке стоит. Она живая эта энергия, но она вся прозрачная в форме человека. Как еще один фантом. Хорошо. Выстраивает эту энергию каналы к ответственным. И притягивает всех в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и я стою в клетке-тюрьму. Очень трудно притягивается. Как будто притягивается и потом снова исчезает. Кладу и силу своего намерения, усилию и в 10 раз. Да, будет так, а так и я стою в клетке-тюрьме. Сейчас дам по каналам энергетический импульс и сожгу их там. Я бы сказала, что это два Грея, но они защищены чем-то. У них как... Подожди. Снимаются маски и голограммы. В сущности, пристается глаз на своему эфирному коду ДНК. Перед ними что-то есть. Это как кукла какая-то. Такая большая в виде доспеха каких-то. Алюминиевым цветом таким. И они мимикрируют за ней. Я вам даю сейчас первый и последний шанс. Если вы сейчас не выйдете, я сожгу и вас, и эту конструкцию. И как будто что-то держит наверху еще, как резина, которая их вытягивает и назад возвращает. Хорошо, выстраивает Греев каналы. Ко всем, кто связан с ними сейчас. Один, два, три. И всех притягиваю в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Все стоят в клетке-тюрьме. По цепочке. Здесь что-то большое притягивается. Подожди. Притягиваю. На счет три. Один, два, три. Стоит в клетке. Я так понимаю, есть какой-то большой корабль, который не может к нам притянуться. И там есть разные цивилизации. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Скажи мне, пожалуйста, как мне притянуть этот корабль сюда, с которым они связаны. Это называется замагниченный. Они замагничены в этом корабле. Есть? Сейчас, секунду. Она дает какой-то энергии поток белый. И они как отлепляются от этого корабля. Она их размагничивает. Нам надо эта энергия для работы, может быть, как ты считаешь. Если нужна, прошу нам ее дать. А вообще этой энергией пользуются те, кто работает в межгалактической полиции и передвигаются на своих кораблях. Ну, у нас тоже есть свой корабль, поэтому у нас эта энергия должна быть. Я объясню. Игорь, видимо, выходит очень часто и связывается с нашими структурами. Именно поэтому он был замечен и обезврежен, это называется на их языке, мыслями земными. Отдален, отрезан. А кто стоит за этим всем? Чей это корабль? Те, с кем он сталкивается. Я вижу гуманоида ящера. И все-таки там есть эти два Грея. Хорошо, значит, и гуманоид, и ящер там, и эти два Грея. А ты сможешь этот корабль потом достать для себя, чтобы забрать оттуда? Корабль будет преслеживать. Они размагничены. Замагничены вы можете их забрать в комнату. Хорошо. Силам его намерения. Все, кто находится на корабле, притягивая в клетку тюрьмы. Один, два, три. Стоят в клетке тюрьмы. Все, кто связаны с Греями. Ящеры и гуманоиды стоят в клетке. Вы разберитесь здесь. Мы поработаем с кораблем. Их заберем потом тоже. Хорошо, благодарю тебя. Итак, ящер с гуманоидом. Ли заберет их? Или мы? Ли их заберет позже, когда вы все выясните. Итак, у нас стоят эти два Грея. Больше никого нет, да, Вера? Греи так и прикрыты какой-то. Это как алюминиевое что-то. Хорошо, Влад. Проверь свое оружие. Как оно у тебя работает. Сожги эту голограмму, это оружие. Максимально сильным ударом. Приступаем. Значит, сейчас я объясню, что это. Это такое человеческий рост. Алюминиевый фантом. Но он похож на алюминиевый. Как ртуть. Чуть темнее. И он передает, он связан, в общем, вот с этими невидимыми энергиями. Через него управляют они. То есть они задают программу вот в эту, ну, куклу, грубо говоря, алюминиевую. И все, что они задают, эти невидимые энергии, втекают в Игоря, и распространяются вокруг него, как еще один фантом. Втекают постепенно, маленькими порциями, добавляясь и создавая фантом. Что с моей командой? Антон. Хорошо, что с моей командой? До нее не доходит твой удар. У нее есть защита. Влад, мы можем сжечь эту защиту, направляя на нее печать семи архангелов. Дай мощный удар. Удар. Она как искрится, но на ней пробивается эта грейс, создали технологии. Если есть технология, значит, есть против нее какое-то решение. Значит, тогда будем переходить к живой плазме, если это все не работает. Давай сначала дадим еще один энергетический удар, 500 тысяч герц по этой конструкции. Один, два, три, удар. Да подобрать ключик. Мне не идет информация, что нужно больше цифру, и то, что они создали, это противодействие против плазмы. Вот как. Не создают защиту, да. Хорошо, Влад. Поэтому они хотят ее попробовать. Поднимаем удар до одного миллиона герц. Удар. Она рассыпалась сейчас, но рассыпалась она как стекла. Отлично. Открывай воронку в галактической дроп, и она уходит на переработку. Пусть там переливается. Ну что, Грейс, закрывай, опечатай, растворяй. А Грейс довольный своей работой. Грейс получает... Они кивают друг к другу. По 100 тысяч герц каждый. Удар. Ну, это их огорчает, им больно, они... Сейчас вы получите живую плазму, вы так хотели ее получить. А все равно они рады. Это... 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 Отмороженная цивилизация, действительно. Это энергия, как похожая на ртуть. Она... То есть стекла, но она все равно активирована. Ее можно восстановить было. То есть они добились определенного результата. Она ушла в галактическое ядро, эта энергия, правильно? Да. Хорошо, что они могут восстановить? Нет, у них есть формула. То есть они создали какую-то более-менее защиту от плазмы. Хорошо, они эту формулу знают? Ну, конечно, знают, это их заслуга. Хорошо. И эта форма сейчас... Формула появляется в соседней клетке. Один, два, три. Она тоже живая. Она несет свои энергии. Хорошо, я делаю запрос. Офицер Кольт, выйди, пожалуйста, на связь. Да, я на связи, слушаю тебя. Приветствую. У нас здесь появились два Грея, которые создали что-то по своей формуле, противодействующее живой плазме. Я сейчас формулу с них вытащил. Она находится в соседней клетке. Интересует вас? Мы одним миллионом герц только смогли ее сжечь, но она до конца не разрушилась. Я уничтожил эту конструкцию. Как ртуть она была, такого цвета. Ты поторопился? Здравствуйте, но эти представители, думаю, нам все расскажут. Мы забираем их. Благодарю тебя. Забираем формулу. Благодарю тебя. Остальные присутствующие, как я вижу, из любопытства здесь, так как это касается их тоже. А кто остальные у нас еще, Вера? Ящеры-гуманоиды. Ты же сказала, они притянулись к корабле. Они притянулись? Она же их размагнитила. Хорошо, значит, у нас ящер плюс гуманоид. Итак, откуда ты гуманоид? Он представитель гуманоидов. Так как энергия плазмы опасна для этих цивилизаций, они объединились, чтобы создать противоядие. Офицер Кольт у нас в комнате, и он готов забрать всех. Пожалуйста. Благодарю тебя. Эта информация будет для него. Хороший улов, благодарю я тебе. Если не возражаете, мы заберем энергии, которые вышли из тонкой копии. Они все забрали, клетка пустая. Отлично. Давай заправим, вернее, сделаем контрольную проверку. Скэнер сделал контрольную проверку. Игорь говорит, интересная информация, как же нам защищаться теперь от таких энергий. Я думаю, со временем придет информация, как и нам от них защищаться. Я думаю, офицер Кольт нам передаст решение. Или межгалактическая полиция, когда они с этим разберутся сами. Итак. Он чистый, и идет информация от Ли. Она напоминает, что попадает в ловушку тот, кто, опять же, работает на частотах в высоте межгалактической полиции. И она имеет в виду без комнаты диагностики. То есть Игорь перемещается где-то в самогипнозе. Понятно. Своим кораблем. И корабль тоже нужно почистить. И корабль нужно почистить, и комнату надо формировать для того, чтобы подниматься из нее из защищенного пространства. Так он, конечно, будет незащищен. Здесь все понятно. С кораблем мы тоже получили сегодня новую информацию. Дадим Игорю. И всем, кто на кораблях перемещается. Ли уточняет, что Игорь в самогипнозе поднимается и проводит какую-то работу. Именно там его подловили. У него свои знания есть и общение с куратором. Значит, тогда он должен научиться защищать себя, когда он работает и там находится. Хорошо. Благодарю за эту информацию. Можем идти дальше? Да. Посмотри, сколько энергии нужно Игорю и какая частота вибрации? 350 и 24. На 4 макушку головы Игоря начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% в карте. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Он говорит, что я не хочу перегружаться энергиями, я хочу нейтральную цифру, чтобы отдохнуть. Давай цифры, которые ты хочешь. Мы их заправим. Ну, вот это он и дал. И все, ждем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать Игоря в его систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Игоря в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. У него защита такая выстрелена, как бункер какой-то. Тем не менее, она не помогла против этих технологий последней. Он говорит, да, интересно. У него работа готова. Для этого и дается опыт. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...